А если нам выйти за инструкцию, убрать все эти симуляторы и видимость своей работы, можно ли будет таким образом, на ваш взгляд, решить кадровый вопрос? Вот тот голод в здравоохранении, в управленческом, может быть, где-то составе. Или как иначе можно справиться с нехваткой специалистов? Сложный вопрос. Тут тоже присутствуют симулякры, симуляции или самообман, как это проще, понятнее для зрителей объяснить. Потому что у нас есть программа поддержки сельского хозяйства, которой мы, этот край, очень сильно гордимся. Она одна из самых передовых, масштабных, на фоне всех остальных. С замечательными результатами по итогам практически каждого сельхозгода. У нас что ни год, то там либо рекордный урожай, либо очень достойный результат. И это все прекрасно и замечательно. Только надо честно себе сказать, что эта программа не про развитие села. Хотя она содержит в себе вот такие вещи. Эта программа про прямую поддержку сельхозпроизводителей. И она как поддержка сельхозпроизводителей, ну, по-моему, неплохо работает. Мы действительно по итогам каждого сельхозпроизводителя осенью подводим отличные результаты. Значит, в этой части она работает. Но вот те компоненты, которые касаются жизни на селе, в том числе и работников, потому что наиболее остро проблема нехватки специалистов стоит именно в малых городах, в селах, в сельской местности. Почему я вот такой пример привожу? Так вот, мне кажется, эти вещи нужно точно разделить. Потому что там заложены вот именно вот эти вот фантики. И когда вот на прошлой неделе я был в Тюхтете, и там сидит, ну, встреча в школе, и сидит молодая учительница немецкого языка. Вот она приехала в село, она готова работать. Вот. И когда по программе поддержки молодых специалистов в сельской местности, она к той сумме, которую ей выделяют, должна взять еще немаленькую ипотеку, которая еще потянет или не потянет. Потому что программа предлагает ей только возможность строительства жилья. Вот если бы была покупка на вторичном рынке, она бы спокойно купила вот за те деньги, которые Край там заложил. По предложению Министерства сельского хозяйства. Но она должна построить. И вот мне не до конца понятно, а зачем это так сделано. Ну, и хорошо, если мы хотим, чтобы село развивалось и действительно там новостройки появились, да, вот у нас такая цель, чтобы новые дома там были. Ну, так давайте тогда увеличивать эту помощь молодому учителю, да. И тогда все-таки появится, ну, ему не придется брать эту ипотеку, он построит новый дом. А если все-таки мы смотрим в корень проблемы, да, мы не хотим там новые какие-то там дома, но они все равно будут штучные, ситуацию внешне никак не изменят, ни на рынке жилья, ни визуально даже ничего не изменят. А если мы хотим, чтобы все-таки там учителя закреплялись, даже те немногие, которые готовы остаться, ну, почему такое требование по вторичке-то? Ну, она купила бы спокойно себе жилье, которое там полным-полно, да, и спокойно бы работала. Это вот опять какие-то такие вещи, которые недожаты, недоделаны, недодуманы. И возвращаясь к тому, с чего мы начали, например, о том, каким должен быть краевый парламент. Так вот, это как раз та позиция, которую парламентарии, представляющие сельские территории, могли бы очень четко отстаивать, каким бы большим, мощным и заслуженным Министерство сельского хозяйства у нас не было. Ну, потому что они предлагают эти решения, а мы с ними либо соглашаемся, либо не соглашаемся. Здесь есть о чем подискутировать, о чем поспорить. Поэтому к вопросу, как это изменять, ну, вот о людях больше думать на самом деле. О реальной проблеме, отталкиваясь от того, как это работает или не работает, а не потому, что на федеральном уровне нашу программу развития села признали самой лучшей, или там наш кадровый центр в числе передовиков во всей федерации, ну, кадровый центр по селу. Смотреть на правду и честно. Понятно, что это больно, ну, нужно честно признаться сразу, что денег не хватает. Это понятно, что придется расставлять приоритеты. Что делать в первую очередь, что делать во вторую, что делать в третью. И кому-то может не достаться, кто-то может оказаться в конце очереди. Ну, потому что ресурсы всегда ограничены, а проблем накоплено очень много. Это придется по-другому относиться к поддержке муниципальных образований с краевого уровня. А там тоже очень много желающих, ну, просто как бы там все свесить на муниципальное образование, плавите, гребите, как хватите, это муниципальные полномочия, они не подкреплены. И если уж, ну, собственными финансовыми доходами. Ну, а дальше упирается вообще самый базовый вопрос, который периодически тоже звучит, вот к проблемам, которые есть в территориях, да. А где работать? А ради чего вообще все территории существуют, да? Я сейчас скажу неприятную для Назаровцев вещь, но Назарова город без идей. Ну, вот строго говоря, честно говоря, да. То есть, если в советские времена была понятная схема распределения производительных сил, и было понятно, как это в КТЭК у нас там существует, как это у нас все развивается. Для чего там глобальный мысль? У нас другие экономические условия сейчас. У нас нет здесь внутреннего драйвера развития предпринимателя или предпринимательского сообщества, которое там генерирует некие идеи, готов привлечь ресурсы. У нас здесь нет полезных ископаемых, на которых можно было развить, ну, как там, драгоценные металлы и так далее. У нас есть угольный кластер, безусловно, он самодостаточный, развивается. Но идеи нет. Может быть, вокруг именно ГРЭС и Разреза строить какие-то дополнительные сервисы. Может быть, думать над тем, что большие, великие стройки на севере, там, нефтяные и все прочие, требуют в том числе и ставят задачу перед краевой кооперацией. Какие-то производительные силы, которые обслуживают те большие производства, можно здесь приземлить. Но над этим нужно работать и работать всем. И краевой власти, и местной, и депутатам, и местному предпринимательскому сообществу, и самим горожанам. То есть, вообще, сам этот вопрос нужно ставить громко и четко вслух. Что над идеей развития, над идеей смысла, экономического смысла существования города, нужно думать всегда и постоянно. Потому что без него будет просто какая-то бесконечная бюджетная поддержка, которой будет всегда не хватать. И будет стагнация. Смотрите, но ведь мы утверждаем стратегию социально-экономического развития. Вот в таком случае, на что она опирается? В каком виде ее готовят чиновники? Ну, так и готовят.